Я приветствую всех. Меня зовут Лутонин Владимир. Я являюсь пресс-сейл-инженером компании CES Distribution. Сегодня на данном вебинаре мы посвятим свой обзор решениям для корпоративной мобильности от компании HP, она же Aruba Networks. Почему именно вот так HP с кубочкой Aruba Networks? Потому что, я думаю, ни для кого не секрет, что компания HP и компания Aruba теперь одно целое. Скорее всего, в будущем это все будет бренд HP. Слияние гигантов произошло, о чем можно уже спокойно говорить. И вот по последним данным, если смотреть на квадрат Гартнера, это мировой рейтинг среди компаний IT-индустрии, которые разрабатывают сетевые устройства проводные и беспроводные. Компания, объединенная Helioid Packard Enterprise, Aruba Networks, на данный момент занимает лидирующую позицию. То есть, после приобретения компании HP, компания Aruba, после вливания в ее портфель беспроводной линейки, компания Helioid Packard вышла на однозначно первое место на лидирующую позицию. Скажем так, с запасом, опережая всех остальных конкурентов. Я на пределы не зря. Естественно, компания HP также приобрела компанию Aruba. Не просто так. У компании Aruba очень много партнеров, с которыми она работает во всем мире. Компания Aruba представлена, пожалуй, во всех областях, где-то только возможно, это и хай-тек. В частности, крупнейшие компании софт-индустрии, такие как Microsoft, eBay, SAP, Dell, социальные сети, Google, LinkedIn, Facebook, транспортные вузы, правительство. В общем, в очень большом количестве отраслей представлена компания Aruba. В Америке это один из ярких конкурентов Cisco. Она представляет очень большой сектор, поэтому и на российском рынке она, конечно, имеет большой потенциал, в связи с чем продукция ее, безусловно, очень интересна. Почему Wi-Fi? Почему вообще наша компания когда-то подписала линейку Aruba? Почему нам интересно с ней работать? Во-первых, сейчас идет просто бум Wi-Fi, бум интереса к Wi-Fi. Все устройства переходят из каких-то настольных вариантов в мобильные. У большинства людей уже есть не одно мобильное устройство, а как минимум два или три. По небольшим опросам, которые проводила компания, практически 30% людей в кафе могут применять кофе на смартфон с Wi-Fi. То есть предпочтут просто посидеть в интернете на своем беспроводном устройстве. И 84% сейчас предпочитают ноутбук, нежели чем персональный компьютер. Из всех этих данных, конечно, очевидно, что мобильность в мире занимает одно из таких лидирующих направлений. И, конечно же, она захватывает и интерпрайз-сегмент. Сегмент корпоративных беспроводных сетей, в котором, собственно говоря, компания Aruba и представлена. Что же отличает компанию Aruba от остальных вендоров? Пожалуй, на сегодняшний день это единственная сеть с очень глубокой инспекцией данных. То есть она может смотреть, отслеживать приложение не только на L2 и L3 уровня, она может еще также смотреть сигнатуры. То есть она может определять тип приложения, она может определять какой-то конкретный сервис и выдавать ему приоритет, позволять ему, скажем так, в интерпрайз-среде отдавать ему больше трафик, соответственно, уменьшать потери, задержки, в принципе, налаживать работу интерпрайз-среды таким образом, каким удобно администраторам. Помимо этого, Aruba очень хорошо работает с угрозами в беспроводной сети. И она даже на самой простой точке доступа позволяет без каких-либо дополнительных беспроводных модулей, без беспроводных сенсоров определять угрозы, то есть определять точки доступа, допустим, вражеские точки доступа, либо определять взлом в сеть. И все это в одной коробке, то есть, грубо говоря, в одной точке. Также Aruba отличает то, что она работает с большим сегментом мобильных устройств. На всех устройствах можно организовать бесшовный роуминг для того, чтобы приложения работали без каких-либо потерь при переходе от точки к точке. Ну и помимо этого, конечно же, продукты компании Aruba обеспечивают надежность, быстроту и безопасность при работе с эфиром, то есть непосредственно при работе с радиосредой. Таким образом, об этом я расскажу чуть-чуть позднее. На данном слайде представлен весь спектр оборудования для беспроводных сетей. Конечно, сейчас он будет уже немножко меняться с учетом подключения портфолио из компании HP. К примеру, здесь указаны коммутаторы. Внизу коммутаторы будут, те, которые есть сейчас, они будут меняться на коммутаторе HP. Ну, это большую роль не играет. В целом, в компании представлен широкий выбор точек доступа. Есть исполнение для внешнего и внутреннего монтажа, то есть индуар-аутдор. Есть к ним встроенные внешние антенны. Точки разделены по различной абонентской емкости, то есть можно подобрать точку под какую-то конкретную задачу. Отдельно есть представлены контроллеры мобильного доступа, также с разной емкостью, которая может получить разный количеств точек доступа. Контроллеры непростые, о них я также расскажу. Они служат не только для того, чтобы подключать к ним точки. Есть определенный софт для управления всем, всей беспроводной корпоративной средой. Это у нас и РВС, о них также будет чуть-чуть позднее. Как можно наблюдать по всем производителям на данный момент, те, которые работают в интерпрайс-сегменте, сейчас все производители стараются делать уклон на АЦ-стандарт. То есть выходят точки уже стандарта АЦ не только мировых лидеров Рубоциска, но и остальных АЦ уже стал таким неким шаблоном, с которого начинаются линейки простых точек. Почему АЦ? Потому что в АЦ-стандарте шире частота самих каналов, это скорее преимущественно к 5 ГГц. В 5 ГГц АЦ и находится свое конкретное применение. За счет того, что шире каналы, шире пропускная способность и на 30% эффективнее передача. То есть АЦ позволяет лучше передать данные конечному пользователю. Помимо этого, лучше соотношение скорость-расстояние по сравнению с 802.1 N-стандартом. За счет этого, опять-таки, увеличивается производительность. И сама технология позволяет тратить меньше Ватт на передачу 1 МБ. То есть, таким образом, мы сохраняем аккумуляторные батареи мобильных устройств, что позволяет нам работать дольше. Это, наверное, основные преимущества именно АЦ. Ну и теперь переходим к линейке непосредственно самих контроллеров и всего оборудования. Просто начнем с контроллеров. На слайде вы видите три серии. Вот трехтысячная серия – это серия, которая, скажем так, самая старая. Она, скорее всего, будет снята, а сейчас она все еще выпускается. Просто за счет того, что у нее интересное соотношение по возможности подключения точек доступа. Но основной упор, то есть начинать смотреть нужно на 7000-й серии. Это новая серия контроллеров. Самая простая серия – это серия 70.05, модель 70.05. Она позволяет подключить 16 точек доступа. Причем 16 точек доступа в рамках одного кластера и 16 удаленных точек доступа. То есть это точки доступа, которые могут быть установлены в бренче, то есть где-то в каком-то удаленном офисе. Пропускная способность по firewall у нее 2 Гбит. Ну и так далее. Если мы посмотрим, я не буду сейчас рассказывать по цифрам, там видно, что масштабируются контроллеры достаточно неплохо. Самый большой контроллер, контроллер 72.40 на 2000 точек доступа, это уже контроллер масштаба Грубарри Пентагона или Empire Stand Building. Отдельно хочется сказать, что в базе у контроллеров 0 поддерживаемых точек. То есть к ним, конечно же, нужно будет еще докупать лицензии на точке доступа. В базе ничего, то есть они пустые. Контроль мобильного доступа, он же и маршрутизатор, он же и межчастевой экран, и концентратор, и единая точка реализации политик, и устройство для обеспечения предотвращения вторжений, и система контроля интерференции. То есть это устройство, как я уже говорил, не просто контроллер. На нем, покупая такой контроллер, у заказчика появляется единая точка управления всей сетью. Потому что именно из этой точки самое удобное, самое легкое управлять всей инфраструктурой селой. Аруба контроллер позволяет, как я уже говорил, приоритизировать трафик. То есть она смотрит на конкретные сигнатуры, может смотреть также и шифрованный трафик, смотрит на сигнатуру, распознает, что это за приложение, то есть на уровне, допустим, LCM даже, или на уровне ссылок. И, допустим, где-то нам может понадобиться удобно, то есть почему-то я обращаю на это столько внимания, потому что в корпоративной среде есть приложение, в данном случае мы приводим пример Линка и Ютьюба. Линк – это средство общения в корпоративной среде, которое позволяет приносить бизнес в компанию. Ютьюб – это, наоборот, средство, которое зачастую отвлекает работников. И если кто-то будет смотреть Ютьюба, кому-то может не хватить Линк-трафика, то есть кто-то сорвит сделку. Чтобы этого избежать, Аруба позволяет приоритизировать трафик, дать Линку карт-бланш, грубо говоря, все преимущества для того, чтобы трафик Линка в первую очередь обслуживался на контроллере, тем самым задвигая там Ютьюб, или там просто его можно запретить. Все это можно делать на контроллере. В принципе, достаточно просто. Интерфейс у них очень понятный. Технология PRF. Позволяет нам организовывать работу с Firewall, с DeepPack Inspection, как раз работа на седьмом уровне, то есть когда мы можем смотреть конкретные приложения. Также она позволяет нам управлять различными правилами, настроениями по конкретным пользователям, по конкретным подсетям и так далее. Она очень гибкая, я, наверное, рассказывать про нее там много не буду. Можно там отдельную презентацию по ней сделать. Вот маленький пример поддержки Линка. То есть смотрим на QS, на все потоки Линка, не только в голосе в виде, но и в принципе все потоки. Можно также смотреть Cloud Mission Control, параметры, и в реальном времени делать мониторинг, то есть отлеживать качество звонков. Для системы администраторов зачастую становятся это очень удобной функцией. Вот как выглядит примерно управление с веб-интерфейса, то есть набор каких-то дэшбордов, которые разбиты по приложениям, либо по категориям, либо по репутации, по ролям, по адресам. В общем, очень много фильтров, очень простая настройка. В сумме работа на контроллеры дает нам возможность организации работы каждого конкретного сотрудника. Будь то человек, который работает на выезде со скайпом, будь то человек, который работает с телефонией, или человек просто отвечает за доступ к каким-то общим ресурсам. Для каждого из них можно тонко настроить политику, предоставляя доступ каждому конкретному человеку по мере необходимости. Теперь чуть подробнее о точках доступа. Сами точки доступа практически всегда делятся на два типа. То есть это точки доступа с внешними антеннами и с внутренними антеннами. Начинается у нас самая простая точка доступа, это 103 серия. Она еще N-стандарта. Она еще не снята с продажи, она самая дешевая. Тем не менее, потребность в ней еще достаточно велика, как мы видим по заказам. Поэтому, скажем так, она все еще есть в нашем портфеле. Она самая простая, у нее два радио, 2х2. Это начальный уровень для низкой плотности клиентов, допустим, до 30 до 50 максимум. Опять-таки, смотря от задачи. Вот сама АЦ линейка, 200 серия, начинается с 200 серии. Это 205 и 204 точки. Здесь уже средняя плотность клиентов, производительность, то есть до 50 клиентов точка выдерживает спокойно. 210 серия, уже помощнее радио 3х3, в 3 пространства поток, высокая производительность. И в данном случае мы уже можем подключать до 75 клиентов на одну точку. 220 серия, уже примерно 100-125 клиентов на точку. У нее уже 2 гигабитных порта, еще большая производительность. И самая сейчас производительная точка 320, это новый АЦ стандарт, 4х4. У нее, соответственно, уже выше 125 клиентов на точку, но, опять-таки, нужно смотреть на область применения, нужно смотреть на то, в каких условиях будет точка работать. То есть, возможно, где-то следует пожертвовать количеством точек доступа, чтобы преобразовать количество в качество в итоге. То есть, возможно, одна точка, каждый раз, то есть, это просто сухие цифры, которые позволяют нам примерно оценить масштаб развертывания нашей сети. Не более того, индор, индор точки доступа у нас позволяет работать в обычных условиях от 0 до 50 градусов Цельсия, то есть, они не работают при минусовой температуре. Для того, чтобы работать в каких-то отдельных условиях, у нас есть так называемые специфические точки доступа. это серия Hospitality и Brunch, это точки доступа для отелей и для медицины. То есть, точки доступа, которые монтируются в стену. Я думаю, что многие видели такие решения в HP до этого у ЦИСКи, которые позволяют нам установить точку непосредственно рядом с кабель-каналом либо прямо в стену монтировать, таким образом обеспечивая Wi-Fi в каком-то конкретном помещении. Есть защищенные точки доступа 228-е, они у нас позволяют работать на стадионах, они очень термо, скажем так, у них широкий диапазон по рабочей температуре от минус 40 до плюс 60 градусов Цельсия. Это либо стадионы либо какие-то открытые помещения большие, потому что точка тоже достаточно очень производительная. Есть серия RAP, это так называемый удаленный офис. То есть, когда, например, вам нужно сотруднику выдать удаленный офис, ему можно выдать вот эту точку доступа, предварительно настроив ее, он приезжает с ней на место, подключает ее, подключает к ней интернет и получает доступ к корпоративной среде, каким образом, за счет защищенного тоннелированного соединения. То есть, эта точка позволяет сразу подключить нашего сотрудника к корпоративной среде, вне зависимости от того, где он находится. Помимо этого, некоторые модели, как RAP3, позволяют, имеют один поинт на выход, то есть, можно еще выдать ему, допустим, IP-телефон, и вот у нас такой мобильный сотрудник со своим офисом на выезде в полной боевой готовности готов работать практически моментально. отдельная серия это внешние точки доступа 270 серия, о них будет чуть подробнее. Конечно, у нас есть все аксессуары, антенны для точек доступа. Уличные точки доступа у нас есть три разные модели со встроенными всенаправленными антеннами, с подключаемыми внешними антеннами и встроенными направленными. сами точки доступа выполнены в очень хорошем защищенном корпусе металлическом. Термокожух у них из пластика, а точка полностью металлическая, за счет чего она позволяет удерживать низкие температуры и различные другие испытания погодные, природные. Установка у них очень простая, есть несколько вариантов крепления, вот одно из них представлено здесь в нижнем углу на таком Г-образном креплении, питание у них как у всех точек тоже попоя, данные точки доступа уже используются в Москве, они используются в системе безопасный город, по-моему на улице в Москве, в Москве точно есть, на Якиманке. Также у Аруба есть один очень интересный продукт, он называется Instant. Чем же он так хорош? Я думаю, что каждый понимает, что с появлением все большего количества сервисов в различного рода отраслях производства или сфер обслуживания появляются всегда в возможности для роста и корпоративных Wi-Fi структур, которые обеспечивают производительность, полученные производительность сотрудников, которые повышают качество обслуживания, допустим, тех же самых посетителей в ресторанах, соответственно, увеличивают доход. Но для большинства компаний из так называемого допустим, small и medium интерпрайз сегмента существует ряд проблем, ограничивающих развертывания новой беспроводной инфраструктуры или обновления существующей. Причин тому несколько, и первое, на что обращают внимание закачки, это то, что новое решение не должно обладать высокой ценой, как правило, это главный фактор, просто потому, что небольшие компании зачастую просто не могут позволить себе тратить средства на достаточно тяжелые решения. При этом, само решение по словам закачек должно быть очень надежным, отказ от оборудования зачастую достаточно критичен с точки зрения простаивания вложенных средств и ко всему прочему оно еще должно быть супер защищенным извне. Также требованием зачастую является допустим, инсталляция решений, чтобы инсталляция решений не должна вызывать больших трудозатрат с точки зрения привлечения IT-персонала и при этом она должна быть достаточно понятной для использования без специальных знаний. В большинстве компаний, как правило, просто наблюдается нехватка IT-персонала и времени на изучение. И третье требование это enterprise требование, так как сит разворачиваем не в условиях одной квартиры все-таки, а в бизнес-системе, то наличие таких возможностей, как организация нескольких сит, управление радиоэфиром, организация гостевого доступа, интеграция с внешними системами, она просто необходима. И требования к системе достаточно жесткие получается у нас, но у Aruba имеется качественный ответ на все вопросы. Это Aruba Instant. Instant это в данном случае полноценное решение для беспроводных сетей корпоративного масштаба, построенное на базе исключительно точек доступа, без использования физического контроллера. Дальше я покажу вам, как работает именно схема при подключении точек доступа. Соответственно, при отсутствии физического контроллера сокращаются затраты на проект в целом. Для инсталляции требуется меньше оборудования и кабелей, не будут тратиться средства на покупку лицензии для точек. То есть настройка систем за счет отсутствия центрального устройства у нас становится гораздо легче, и не становится сложнее. Во-первых, точка доступа позволяет произвести настройку без проводов через веб-интерфейс. Во-вторых, непосредственно настройка точки доступа из коробки при помощи мастера занимает около трех минут. Что, конечно, в итоге довольно просто и быстро. Этим оно подкупает заказчиков, как правило. Все управление берет на себя виртуальный контроллер, при этом абсолютно не страдает функционал с точки зрения безопасности. Система готова поддерживать безопасность на высочайшем уровне за счет службы межсетевых экранов, системы обнаружения и предотвращения вторжений, маршрутизации и многих других функций. Кроме того, если случится так, что система начнет расти и уже не будет справляться со всеми возложенными на нее задачами, всегда есть некий план отступления, это простая миграция на контроллера зависимое решение. То есть всегда можно перейти, переделать точку instant в точку не instant, то есть обычную точку доступа, таким образом расширить свою корпоративную среду. Немножко развертывание сети на базе инстанта. Развертывание сети очень простое. Для начала мы достаем из коробки одну точку доступа и подключаем ее к сети. Она получает там свой опишник. И точка доступа после того, как включится, начнет вещать свой SSID, к которому можно будет спокойно подключиться. И зайдя на точку доступа, можно будет ее уже настраивать. Закончив с настройки точки доступа, все остальные точки доступа будут достаточно просто включить в сеть в один или два сегмента. Первая точка их найдет и передаст им настройки. Затем произойдет процедура выбора виртуального контроллера, то есть точки доступа, которые будут управлять остальными в кластере. Выбор тоже дело хитрое, выбор происходит по следующему правилу. Сначала виртуальным контроллером назначается та точка, у которой есть специальный оплинк, допустим 3G или 4G модем, который к ней подключен. Затем, если такой точки доступа не обнаруживается, контроллером назначается самая производительная точка доступа, то есть ищется устройство самой мощной аппаратной базы. Если же такой точки нет, у нас все точки одинаковые, то виртуальным контроллером назначается та точка, у которой больше аптайм. То есть та точка, которая, проще говоря, раньше всех включилась в сеть. Работает каждая точка в кластере совершенно автономно. То есть трафик из точек доступа, которые называются слейвом, не мастер, то есть у нас есть один мастер, остальные слейвы. Трафик из точек доступа, которые не слейвы, через первую основную не идет. Таким образом у нас производительность сети завязывается на одну точку доступа. В итоге уже спустя несколько минут после включения первой точки доступа в сеть мы имеем полноценную корпоративную структуру с такими важными сервисами, как роуминг, как я уже говорил, stateful firewall, обнаружение вторжения, ну и так далее. Если по какой-то причине точка мастера у нас точка, выполняющая роль виртуального контроллера по какой-либо причине падает, то есть становится не видна в сети, ее роль на себя берет другая точка доступа, выбранная все по тому же правилу, сервис при этом работает без перебоев, то есть сеть продолжает вещать, канал аутентификации продолжает работать и так далее. Одним словом, для пользователей сети все пройдет достаточно прозрачно, без какого-либо вмешательства в их работу. Этим собственно говоря интересно инстант решение. помимо этого, как я уже говорил, решение инстанта это решение 7 в 1, помимо выполнения своей главной функции вещания Wi-Fi точки имеют очень многое, это и межчистевые экраны, и системы обнаружения и предотвращения второжжений, и встроенный мышистизатор, и анализатор спектра системы контроля эфира, и возможность мониторинга и управления приложения благодаря встроенному DPI. Простота инстанта решения не идет в ущерб безопасности. Инстант поддерживает все технологии, требуемые для обеспечения безопасности в интерпрайз сегменте. В частности, на точках поддерживается межсетевой экран с возможностью настройки достаточно тонких политик, применяемых как для SIT, так и для портов. Есть механизмы управления ролями пользователей, полезный функционал ограничения полосы пропускания на каждого пользователя, есть голосовой application layer gateway, широкий функционал по фильтрации доменов, категории сайтов, репутации, также фильтрация приложений. Инстант поддерживает систему предотвращения и обнаружения вражеских точек доступа. Она может показать, где в каком сегменте обнаружено подключение точки доступа не из нашей сети. И отдельно вынесем функцию captive портала, которая служит для организации порталов, перехватывающих аутентификации в сети. Это полезно для посетителей и гостей. Он уже встроен в решении в инстант, он достаточно прост в настройке, если нужно что-то более серьезное, если нужно хитрый сделать портал аутентификации, всегда есть возможность интеграться либо с внешним captive порталом, либо систему clear pass, система управления гостевым доступом, они тоже чуть позже. Это отдельное платное софт. Также этот функционал может быть полезен для ресепшена, то есть для выдачи паролей на ресепшене. Инстант также поддерживает технологии, требуемые для обеспечения безопасности, к примеру, хорошо всем известный тип аутентификации 802.1.x, WPA, WPA2, аутентификацию по MAC-адресам либо через captive портал, более того, имеет инстант встроенный радиосервер, то есть если необходимо, можно заводить учетные записи прямо на точке. Также он умеет организовывать гостевые DMZ, поддерживает известные методы шифрования, веб-ки и PS. Функционал очень много, я думаю, тут все озвучивать смысла не имеет, отмечу, наверное, отдельно поддержку Mesh-технологий, ролевого контроля доступа и систем геолокации, что, в принципе, зачастую бывает очень интересно в работе. Отдельно хочется сказать, что решение поддерживает механизм работы непосредственно с эфиром, речь здесь идет не только об интегрированном анализаторе спектра, который, к слову, позволяет выявлять различные источники интерференции и имеет большой выбор отчетов и спектрограмм, но и других технологиях, позволяющих наиболее оптимально распределять клиентов по каналам и частотам. В частности, поддерживается функция Client Match, которая автоматически распределяет пользователей между точками доступа, обеспечивая таким образом наилучший уровень сервиса. Как правило, в больших аудиториях клиент цепляется к точке, которая слышна лучше остальных. В результате данная точка может быть просто перегружена пользователями. Client Match как раз позволяет этого избежать. Также интересная функция Band Steering. Band Steering занимается тем, что переключает пользователей, которые могут работать в диапазоне 5 ГГц именно на этот канал, освобождая тем самым, как правило, более загруженный диапазон 2.4. и функция AirTime Fairness, которая обеспечивает наиболее рациональное распределение полосы между наиболее производительными клиентами и менее производительными, позволяя последним работать без деградации скорости. Помимо всего прочего, есть и обнаружение приоритизации голосового трафика и много-много другого. Благодаря функции DPI можно идентифицировать отдельные приложения, что позволит сетевым администраторам применять различные политики на каждое приложение или каждого пользователя даже в отдельности. DPI порой жизненно необходим для понимания особенностей использования беспроводной сети для понимания ее емкости, скажем так. Сам DPI включает в себя представление о более чем 180 приложениях, таких как Link, GoToMeeting, YouTube, SharePoint, очень много приложений. Есть ли Instant в принципе самодостаточное решение? То есть я уже говорил с мастером можно управлять всеми точками, но если у нас таких допустим инсталляций несколько, они в разных филиалах, что делать, как управлять всеми? Для этого у нас есть специальная платформа, она называется RoboCentral. RoboCentral это подписка на общее облако, то есть это облачная технология, которая позволяет управлять Instant решениями в одном кластере. То есть несмотря на множество локаций или на множество отдельных кластеров на этих локациях, у нас будет единый интерфейс управления всей системой. также она позволяет осуществлять удаленный мониторинг и устранение несправностей, позволяет нам централизованно управлять конфигурациями и прошивками точек доступа, собирать логи, отслеживать историю событий и развертывать систему без непосредственного участия IT-специалистов, то есть настроив одну точку и скажем так, приобретя Aruba Central, включив точку доступа в списке, введя ее серийник, по-моему, и MAC-адрес, в Aruba Central вы можете точку передать в другой регион, пока она едет, в это время можно для нее в облачном сервисе задать все настройки, когда она уже приедет в Хабаровск, она уже просто подключится к интернету, она по определенному коду найдет в себе настройки в Aruba Central и применит их сразу. То есть именно этим хорошая Aruba Central. Также Central позволяет нам управлять коммутаторами, в данном случае имеется в виду серия масс-коммутаторов от Aruba, но позже это будет коммутатор HP. интересная фишка, которая появилась в Aruba Central версии 2.0 это возможность подключения пользователя через Кэппи в портал с использованием социальных сетей, либо в данном случае мы видим Facebook, Google, Twitter и LinkedIn. То есть используя свои учетные записи, можно будет сидеть в кафе подключиться к интернету. Это зачастую очень удобно бывает. Кто заказчики именно решения Aruba Instant? Как правило это Small Enterprise и Medium Enterprise сегмент. Но не стоит говорить о том, что это только небольшие инсталляции. К примеру, самыми крупными заказчиками здесь в России Instant решения являются Radisson сети отелей, РЖД российские железные дороги и компания Ambiocat. Как в целом контролировать оборудование? Мы с вами поговорили о контроллерах, о точках доступа. Есть ли у нас очень большая система? Есть ли у нас уже готовая инфраструктура, в которой есть оборудование других вендоров и не всегда есть возможность подключения конкретного контроллера? Есть отдельный софт, называется Aruba Airwave. Он позволяет нам отслеживать устройства в сети, поддерживаться не только решение Aruba, но и решение других вендоров, это Cisco, HP, Motorola, Juniper и многих других на самом деле, здесь не все перечислено. Позволяет применять к ним настройки, позволяет также отслеживать, мониторить трафик сама система. Она позволяет смотреть на плане здания, плане корпуса, плане этажа, карту покрытия, она строит ее непосредственно исходя из данных взятых с точек доступа, может показать нам перемещение даже клиента по карте. То есть, если мы дадим ей какой-то шаблон, JPEG, либо PDF, можно загрузить в нее, она просто на карте покажет, каким образом перемещался то или иное мобильное устройство в течение дня. Это неполный аналог системы Cisco, где отображается в режиме реального времени устройство на карте. Как таковую историю можно будет отследить. Вот здесь представлен небольшой график для анализа работы конкретного клиента, то есть, как он ходил, с кем взаимодействовал. Airwave позволяет собирать логи по очень большому количеству параметров. Airwave поддерживает достаточно большое количество точек доступа под своим контролем. Сейчас это больше 20 тысяч уже даже. Позволяет нам переключаться на другой кластер менее чем за 10 минут без потери данных. Про интерфейс я говорил уже, что он простой наглядный с большим количеством отчетов. и visual rf для отображения для график и улучшения юзабилити. Airwave также хорошо подходит для выявления проблем в сети, причин слабого сигнала, слабого качества передачи данных, а также полезен зачастую для линка, для других корпоративных систем, каких-то да, ну и конечно же Airwave позволяет нам все, всей нашей системой управлять из единого точки на карте, то есть если у нас есть какой-то сот, в него можно поставить Airwave систему и отслеживать таким образом все свои филиалы, региональные юниты, вплоть до домашних офисов и там микро и макро филиалов и даже мобильных сотрудников. Airwave выпускается, доступен в двух решениях, в двух видах. Первый это в виде софта, то есть он предоставляется как CentOS образ, который можно развернуть на своей виртуальной машине, и второй это как аппаратное решение. Образ CentOS достаточно гибкий, он поддерживает лицензирование по 25 устройств, по 25, 50, 100, 200 и так далее. Hardware решение оно подразумевает сразу под собой до 1500 устройств и до 4000 устройств. это решение, которое применяется в корпоративной среде, ну и не только в корпоративной, но и там, где нужно, как я уже сказал, просто управление, возможность управления точками доступа. ClearPass это отдельный софт-сервис, который предоставляет нам возможность работы с гостевым доступом, то есть модуль Geist, он позволяет нам тонко настроить тот же самый captive портал на точках доступа. Сейчас мы уже не говорим об иценте, мы говорим о решениях с контроллерами. Для того, чтобы более тонко, более, скажем так, гибко настраивать возможность входа в корпоративную сеть, именно нужен этот модуль. модуль OnGuard нужен для того, чтобы отслеживать наличие допустим фейервола и определенный тип операционной системы на конечном устройстве. То есть, если мы понимаем, что к нам сеть ломится устройство без антивируса, это может на этапе подключения к сети проверить, то мы можем просто отказать им. Этим занимается система OnGuard. Помимо этого, конечно, там очень много отчетов настройки различных профайлов, регистрации методов регистрации устройств и так далее. Вот у нас есть примеры пользовательских интерфейсов, созданных с использованием ClearPass. как видим, что на мобильных устройствах, что на обычных платформах, очень гибкая настройка. OnGuard устройство, как мы видим, как я уже описал, не дает нам подключить в свою сеть устройств без firewall, просто блокировка доступа. И вот поддерживаем версии OS, которые мы видим на устройствах. Это все версии Windows, также есть поддержки MacOS и Unix систем, достаточно много. ClearPass MDM коннектор. Это маленькая такая фишка у ClearPass, она позволяет работать с MDM приложениями. MDM это в принципе приложение, которые заточены под какой-то конкретный бизнес. То есть, когда у вас на устройстве, которое вы приносите из дома, есть не только свои программы, но и программы, которые с вами поделилась ваша компания. Соответственно, для того, чтобы придать еще больший приоритет этим конкретным приложениям, существует MDM коннектор с такими системами, как SATI, как AirWatch. Редко востребованное, но зачастую именно единственное решение, которое позволяет работать с MDM. Я думаю, это такой частный случай. Если у кого-то будет вариант работы с MDM, спрашивайте у нас, мы будем готовы поделиться информацией о них. Есть и Meridian. Meridian это отдельная платформа, которая позволяет работать с различного рода площадками, платформами, такие как парки, музеи, здравоохранение, кампусы, розничные торговые стадионы и мероприятия. Что оно под собой подразумевает? Подразумевает оно под собой работу с клиентами. Данный софт у нас ориентирован на работу с геолокацией. То есть софт, который позволяет нам, допустим, в каком-то торговом комплексе разместить серию устройств, они называются, биконов, которые работают по Bluetooth, который будет помогать нам отслеживать перемещение нашего клиента. Если он в определенный момент будет находиться в области какой-то конкретной, то у него на мобильном телефоне может возникнуть какое-то сообщение, там, привет, у нас сегодня скидка, у нас сегодня распродажа и так далее. То есть система, которая достаточно хорошо может повысить прирост клиентов в какую-то конкретную точку. Если в одном центре установить несколько таких датчиков для каждого отдела, для каждого магазина, конечно, еще больше вырастет прибыль для всего магазина в целом. Систему можно использовать разным образом. Система, которая позволяет также рассылать рекламу, что зачастую полезно для заказчиков и так далее. Арубомеш это также отдельный продукт, продукт, скажем так, сетей городского масштаба, то есть когда нужно развернуть сеть в масштабах, допустим, стадиона или в масштабах одного порта или в масштабах какого-то небольшого городка или района. Данная система используется в интеллектуальных системах, связанных с общественной безопасностью, в системах фиксированного доступа и так далее. Это тяжелое устройство. Линейка их перед вами это своеобразный роутер с очень высокой степенью защищенности и пропускной способности. Таким образом выглядит архитектура. То есть всегда есть какое-то ядро сети, которое позволяет нам соединяться с конечными точками и расширяет таким образом всю нашу сеть. Но это опять-таки тяжелые системы. Не всегда они под какие-то конкретные проекты рассчитаны. сервисные контракты у Аруба безусловно также есть. Они зачастую являются обязательными. Что они дают? Они дают возможность заведения кейсов технической поддержки, возможность обновления софта, возможность рома запросов работают есть возможность выбора сервиса пакетов от 1 до 5 лет, но продление сколько угодно, пока продукт не будет в End of Life. Сама проверка на End of Life также есть, она есть на сайте. Сервис бывает на точке доступа, на контроллеры, на лицензии отдельно. В принципе работать с Арубой достаточно комфортно за счет того, что всегда защита сделки, цена по ценообразованию Арубой дешевле циска. Достаточно прозрачность канала продаж, а интересны партнеры, маржинальность, закрытые прайс-листы и так далее. На этом у меня наверное все. Это был такой небольшой обзор именно по всем продуктам линейки Аруба. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в чат. Конечно, постараюсь ответить. пока я думаю, что формируют вопросы. Я буквально несколько слов скажу о том, что у нас сейчас получается до конца года очень привлекательные цены для всех, если у кого-то есть проекты, расчеты. еще раз повторюсь, наш сайт компании Оли. Если у вас есть какие-то вопросы, которые не посчитать, то вы можете отправлять информацию на salessobaka oly.ru и для всех зарегистрированных на вебинар действует специальная скидка до 30%. Вот меня спрашивают про цены именно, порядок цен. Как я сказала, так как прайс закрытый, то естественно все зависит от проекта. Сейчас гарантируем, что скидки будут до конца года порядка до 30%. Позицина на конкретную точку или в целом весь прайс. Да, тут имеют ввиду порядок. Сейчас я перенаправлю. Должен вопрос появиться. То есть такой общий вопрос. Не конкретный. На какие-то модели. интересует конкретная позиция на двухсотой точке. Самая простая серия, 204-205-я? Я думаю, да. Если начальный класс в сегменте 802.1 от C-стандарта это точки 204-205, то в лис прайсе они около тысячи долларов, там по-моему, 970 долларов. Но это опять-таки лис прайс, это еще без учета скидки, которую под конкретный проект. Может быть все намного дешевле, до 30%. Да, конечно. Я хотел сказать, забыл, что у Aruba есть бесплатный софт для того, чтобы планировать сеть. То есть каждый человек может скачать спокойно, разместить план своего объекта, расставить на нем точки доступа, указать материал стен и посмотреть примерно количество, которое нужно для того, чтобы покрыть полностью Wi-Fi какой-то конкретный этаж. Софт бесплатный, там, кстати, по нему Aruba, по-моему, есть еще другие какие-то точки доступа, HP, Dell. В общем, это полезная штука, которая позволяет примерно оценить, сколько нужно точек доступа под какой-то конкретный проект. Как показывает наша практика, 90% того, что покажет правильно. Но иногда для того, чтобы перестраховаться, можно, допустим, взять на одну-две точки больше. Пока дополнительных вопросов нет, но я еще раз озвучу, что помимо скидки еще есть возможность брать оборудование на тест. Здесь, опять же, необходимо просто написать на сейл собак Оля, что вы планируете что-то протестировать, у вас есть желание посмотреть в работе все оборудование или какие-то программные продукты. Будем ждать ваших запросов и только для зарегистрированных будет действовать скидка до 30%. Он необходимо тоже будет всего лишь писать. На этом, в принципе, все. Также будет доступна запись вебинара для всех участников и разошлем. Владимир, вам еще раз большое спасибо. Вопрос не появился, да? Я что-то смотрю. Да, ты тоже вспомнил. Видимо, либо я так все понятно рассказал, либо это было настолько утромительно и скучно. Я буду работать с собой. Спасибо большое, было интересно и я думаю, что все вопросы, которые у нас ставятся, будем ожидать на почте Sales облака. В любом случае, мы всем готовы помочь. Как происходит, Ксения, будет что-то в тест, что-то рассказать, посчитать проекты, пересчитать с другого вендора и так далее. Да. Все, тогда всем всего доброго, хорошего дня. Спасибо большое. Спасибо. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok